всем привет у меня есть телефон под названием sony xperia есть или был не знаю . кого теперь называть в общем как бы проблема в том что он быстро с разряжался по факту его до 100 процентов заряжаешь да и он где-то падает ну до 75 80 процентов зарядка ну это нормальном режиме как бы садится да и дальше просто он вырубается в ноль включаешь его и показывает 1 процент заряда просит зарядить иногда даже и не включается купил я новый телефон в общем на который сейчас записываю это видео и решил разобрать так уже не особо жалко вот и более что он покосан еще со всех сторон не стал носить его сервис более что там сразу просто поменяет аккумуляторы и все и возьму за это деньги и так в чем фишка разобрать его не сложно вот аккумулятор вот такой вот я вот тут его пытался скрыл очень контроллер заряда решил посмотреть его может в нем проблема соответственно как бы ставится он вот таким вот образом вот сюда контакт есть такой показать то ну в общем здесь вот контакт он вставляется легко и так легко вытаскивается соответственно единственное что все на клею то есть еле аккумулятор отодрал вот тут так понимаю двусторонний скотч вот он еле его снял оттуда соответственно чтобы снять аккумулятор нужно снять вот эту крышку отсюда которая держится по краям на саморезах средний саморез мне даже не удалось выкрутить не знаю почему он как-то заклинивший был пришлось даже высверливать было конечно интересно как я шуруповертом сверлил сотовый телефон ну слава богу ничего не повредил так ну и крышка тоже в принципе легко снимается таким вот образом ставится вот пришлось только эти самые блестящие штучки снять по краям в общем как бы просто по периметру проходишься на ножом вот по этой кромке проходишься ножом по своему периметру и снимаешь просто крышку держится еще по серединке на этой защелки но она легко сходит так вот проблема в чем раз крыл аккумулятор посмотрел решил замерить напряжение обычно литио ионный аккумулятор до заряжается до 4 2 вольта и разряжается до 2 с половиной то есть в этом диапазоне напряжение он работает тут конечно написано на нем нет другие немножко параметры вот 4 и 35 это наверное он заряжается до 4 35 вольта и 3 8 это его среднее напряжение ну ладно в общем поверьте мне на слово если не видите нормальное напряжение 3 8 вольт среднее значение 9 в половиной ватт и 4 и 35 вольта верхнее напряжение но суть в том что как бы не знаю правильно или нет может быть это какой-то другой аккумулятор но вообще как бы лице ионный аккумулятор и все садится до 2 с половиной и заряжается до 4 и 2 вольта так как он у меня разрядился всего до 33 вольта после того как он вырубился напряжение поднялась до 3537 то есть я думаю что он не разряжается полностью возможно причина в контроллере заряда напряжения возможно не знаю вот сейчас буду гуглить смотреть если получится сделать то я потом покажу как я справился с этой проблемой если не справлюсь просто куплю новый аккумулятор наверно на алиэкспресс закажу и поставлю сюда будет у меня рабочий сотовый телефон еще один в общем почитал про эти аккумуляторы которые это называется аккумулятор повышенного напряжения то есть у него он заряжается до 4 и 35 44 вольта и минимум разряжается до 3 вольт не как обычные литио ионный аккумулятор до два с половиной именно до трех вот сейчас я пытаюсь разрядить его до 3 вольт и попробовать полностью зарядить поставил я вот такую нагрузку тут лампочку трансформата как сопротивление очень все сделал ток примерно 0 5 ампера и при этом токе я его разряжаю сейчас я его до 3 вольт разряжу и попробую зарядить до 4 и 4 вот и грубо говоря и посмотрим как он будет после этого работать потом я думаю что я его разряжу опять до 3 вольт и поставлю уже в телефон на зарядку может быть поможет и так вот чего я добился вернее начнем с того что я проверил свой аккумулятор и получилась у меня вот такая вот штука я попытался его полностью разрядить и зарядить так вот представим это в виде шкалы допустим ну от 0 до 5 вольт допустим 0 вольт и тут 5 вольт да вот эта шкала аккумулятор работает в пределе напряжения от вот этот аккумулятор конкретно он разряжен на 3 вольтах а заряжен на 435 то есть получается у нас 435 допустим вот здесь 435 это вольт и у нас и допустим 3 вольта 3 вольта у нас будет вот здесь вот так грубо говоря 3 вольта пишу 30 вот вот в этом пределе он должен тут он полностью разряжен тут он полностью заряжен что у меня получалось когда я разряжал его до вот этих значений до 3 вольт ну ток достаточно небольшой был ток был от 0 5 до 0 3 ампера то есть это небольшой ток для сотового телефона что у меня получалось я разрядил до вот этого значения и после того как я снял нагрузку да кстати я сделал вот такой вот нагрузочник могу на resolved шингу схемку нарисовать в общем схемка его вот такая чтобы регулировать ток вот на двух транзисторах сделал его вот такая вот схемка самая простая вот такой вот нагрузочник получается он состоит из транзистора кт 803 и кт 817 до 17 вот и переменного резистора 10 киловом то есть получается мы подсоединяем к аккумулятору таким вот образом это у нас получается минус это получается плюс так вот и вот этим резистором мы регулируем и как бы регулируем вот открытием этого транзистора соответственно регулируем током разрядки вот вот перейдем к этому и вот что у меня получилось когда разгрузил до разрядил до 3 вольт я соответственно снял нагрузку и напряжение у меня поднялось до 3 6 вольта то есть это получается допустим вот здесь 36 вольта то есть она не осталась на 3 вольтах когда я снял нагрузку вот окей когда я решил зарядить его зарядил тоже примерно таким же током за зарядил до 4 35 вольта все хорошо после как снял ток зарядки напряжение у меня упала до 3 9 вольта что это означает это означает то что по факту вот у меня осталась рабочая емкость буквально если считать что от 3 до 4 4 35 это получается 1 и 35 вольта разброс да это нормальный аккумулятор то у меня получилось так 36 39 03 емкости от аккумулятора поэтому он и постоянно разряжался быстро садился как я решил это исправить ну во первых расскажу как в принципе что такое аккумулятор аккумулятор это грубо говоря две пластины минус и плюс а в нем есть активное вещество между пластин которая соответственно при зарядке перемещается на 1 электрод а при разрядке перемещается на другой электрод под подаешь на напряжение допустим сюда и активное вещество перемещается на этот электрод соответственно как бы ну получается зарядки если подключаешь нагрузку активное вещество перемещается сюда то есть грубо говоря гоняешь как из двух емкостей воду так вот мы им моем случае получилось так что активного вещества то перегоняется всего ничего по факту получается наверное процентов 20 от его от ее емкости самой батареи вот каким способом я решил это исправить у меня есть вот такой вот источник питания вот сейчас я добился того что я зарядил аккумулятор и у меня напряжение не падает то есть оно не 435 а 433 сейчас да я еще хочу немножко подзарядить то есть я даю небольшой ток вот так даю небольшой ток вот допустим сейчас вы выставлю 437 да ну это как бы ничего страшного что номинал 435 вот ток маленький доставлю оставлю на долгое время и он как раз таки и вот в перегоняет перегоняет вот активное вещество он уже при зарядке у меня малую часть там буквально вот 20 процентов всего перегоняла остальное оставалось на электродах то есть получается я вот тем что я маленьким током перегоняя заряжаю то есть остатки этого вещества не остаются здесь а перегоняются на другой электрод и соответственно я полностью когда разряжал и разряжал тоже маленькими токами и соответственно весь все это активное вещество которое вот она находится вот в этом пределе которое мы не из сейчас не использую я его до перегонял поэтому тем самым я хочу вернуть емкость аккумуляторной батареи после того как я проведу этот опыт по несколько раз разряжения заряжения я потом вставлю аккумулятор телефон и посмотрим что получилось забыл сказать что помимо этого я еще слежу за температурой аккумулятора для того чтобы не произошла сульфокация активного вещества это значит то что она так сказать ну слиплась грубо говоря у вас есть насыпали в стакан сахару до добавили туда воды капнули и соответственно услипся то же самое происходит с активным веществом при нагреве он сплавляется и соответственно уже толку от него никакого нет можно аккумулятор выкидывать это происходит тогда когда перегревается аккумулятор надеюсь у меня не перегревался он поэтому при заряде я слежу за температурой вот такой вот у меня есть датчик который отключается при достижении там 35 град 30 градусов вот у меня датчик сам рядом с аккумулятором и он отключает нагрузку напряжение при не нагрузку ток заряда отключает если он начинает греться за этим тоже надо следить иначе керды аккумулятору так вот разряжаем аккумулятор до 3 вольт вот сейчас мне показывает 3 вольта он не нагревается соответственно потому что ток разрядки всего ничего 60 миллиампер вот вроде бы до разряжена все ток небольшой все замечательно можно заряжать но если мы снимаем ток таким вот нагрузочником то напряжение начинает расти сейчас я поставлю на паузу и покажу до скольки она вырастет так нагрузка снята прошло минут пять десять и напряжение поднялось до 3 и 35 это значит только то что он не разряжен до конца но при этом сотовый телефон когда аккумулятор там стоит работает он определил что он в ноль севши и вырубился а потихонечку напряжение поднялось то есть нам нужно продолжать его разряжать то есть я включая нагрузку вот ну включу допустим 0 1 ампера и буду смотреть как будет падать напряжение вот 0 1 ампера а напряжение и не падает практически до этого было 60 миллиампер и было три вольта всего вот начинает потихонечку падать то есть суть в том чтобы без нагрузки без нагрузочника было напряжение 3 вольта держалась и не подымалась это будет означать что аккумулятор полностью разрядился соответственно сделаем цикл зарядки до 4 и 35 вольта соответственно как бы таким же образом мы будем уменьшать напряжение заряда чтобы и в конце концов мы его снимем совсем напряжение заряда ток заряда и напряжение должно было будет остаться 3 и 34 35 вольт вот значит он будет полностью заряжен вот таким образом я надеюсь восстановить этот аккумулятор так вот такой вот график получился разряда батареи после моего восстановления получается со 100 процентов у начал разряжаться на этом гонял по приложениям телефон потом он был в режиме так сказать ожидания и резко наверно 70 процентов разрядился до 30 потом больше суток почти сутки держалась 30 процентов он просто валялся у меня на столе сегодня вечером взял и начал там на ю тубе ролики смотреть вот принципе он сел до определенного момента на 12 процентов и завис это уже в принципе неплохо но мне не нравится то что он 70 до 30 резко упал раньше просто вырубался а тут видно что просто заряд как-то резко ушел вот так что наверное зря большими токами его заряжал его как сказать я разряжал его до минимума маленькими токами и заряжал до максимума были маленькими токами а в процессе между этим пределом я его заряжал большими токами надо было скорее всего по полностью заряжать маленькими токами наверное это было бы гораздо лучше попробую сейчас сделать зарядку от обычного зарядное устройство и посмотрим к чему это приведет в общем ничего у меня не получилось толком сделать все равно он вот здесь допустим показано что сейчас от 96 процентов хватит на один день и там 11 часов как бы он разряжается равномерно плавно до где-нибудь 70 80 процентов после чего полностью падает в ноль зарядка и он вырубается то есть не знаю мне на может быть конечно терпение не хватило сделать циклов разряда и заряда маленькими токами но в итоге как бы мне поднадоело это дело и в общем никакого толку покупайте новый аккумулятор телефон 20 до 2502 ниже ссылочку я дам на аккумулятор он там в районе наверно около наверно 500 600 рублей на рабую стоить лучше купить новый чем мучиться со старым все всем пока